Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Сегодня мы с вами заканчиваем чтение, комментированное изучение книги пророка Амоса, пророка Северного Царства, который жил во время такого расцвета Израиля и Северного Царства, но при всем при этом предчувствовал, как пророк видел то, что скоро будет катастрофа, конец завоевания и угроза со стороны ассирийцев, она очень ощутима. И как пророк, он во всем этом видел Божий смысл, Божий суд, Божье послание, обращенное к своему народу, к евреям. Это грустная книга, грустное чтение, тем более, что мы-то знаем, чем все это кончилось, что Северные колена, они были завоеваны, они были покорены, они были убедены в плен, и по большей части они все ассимилировали, не осталось от них никакого потомства, эти евреи, эти колена сгинули раз и навсегда. И вот эта катастрофа, это непонятное какое-то событие в истории Израиля, оно породило очень большие размышления в традиции, у пророков, настоящие жанры плача, грустные рассуждения в псалмах посвящены этому событию. Ну почему Бог-то так сделал? А потом еще в большей мере, спустя более чем 100 лет, повторится эта же трагедия, и в случае с Южным царством, когда войска уже вавилонян захватывают Иерусалим, и Иуда, Иудея тоже прекращает свое политическое существование. Итак, читаем, комментируем глава девятая книги пророка Аммоса. «Я видел владыку, стоя на жертвеннике, он сказал, «Ударь по колонне, по самому ее верху, да так, чтобы пороги дрогнули, пусть храм рухнет людям на голову». Страшное приказание Бога, храм, выражающий самим своим существованием то, что Бог с народом, Бог защищает народ, оказывается тем, что несет гибель, храм рушится на головы людей, храм не спасает, храм никого не оберегает. «Кто уцелеет, мечом перебью, убежать никому не дам, спастись никому не позволю». Вот получается, что лозунг, такая мысль, «Бог с нами, с нами Бог» оборачивается как будто бы второй стороной медали. Быть с Богом одновременно означает быть в безопасности, быть под защитой, иметь смысл в своей жизни. Но при всем при этом это означает и другое, быть постоянно в прицеле Божьего предвзятого требовательного отношения. И вот это вот Божье отношение, требующее святой жизни, увы, однажды приводит к катастрофам в жизни неверных людей и неверных обществ. Кому указание это дано? Ударь по колонии, ну или пророку, да, и пророк, возможно, так и поступал, да, такие были действия, вызывающие шок у пророков, они делали какие-то символические поступки, ходили голышом, насиленный на своих шеях ермо, в знак того, что скоро ждет вас и нищета, и изгнание, и плен, и рабство, и, возможно, такие же действия, удары по колонии, проделывал и герой нашего рассуждения, пророк Амос. Бог говорит, что его власть, она бесконечна, что нет ни одного места, где можно было бы скрыться от Бога, укрыться от его гнева. Спрячутся ли на вершине Кармила, даже там найду и схвачу их. Укроются от очей моих на дне моря, пошлю змея, даже там он укусит их. Высокая гора, Кармил, Кармель по-другому, одна из самых высоких вершин в Ханаане, и вот и там нет спасения, и Кармил вас не спасет. А змей, который схватит вас, вот в Шиоле на дне океана, это тот самый Левиафан, послушное Богу чудовище, которое является исполнителем Божьей воли, Божьего какого-то поручения. Читаем дальше, стих 4. Враг уведет их в плен, меч пошлю, даже там перебьет он их. Свои очи на них обращу, на горе им, не на благо. Присутствие Бога означает суд, означает оценку твоего поведения в глазах Бога. Конечно же, все это имеет потенциал испугать каждого читателя, вызвать у него чувство неопределенности, стресса, депрессии, потому что как так Бог оказывается вот таким, что ли, который придирается, что ли, который находит во всем изъян повод, чтобы наказать. Но, конечно же, все это не является совсем уж правильной интерпретацией, потому что в главе 8 мы читали о том, а за что будет все это, а за что. И за то, что люди недопостились, недомолились, люди были какими-то не очень активными в плане культово-литургическом. Нет, дело даже не про их личные грехи. Там есть список преступлений, которые вызывают гнев Бога. Это все грехи, связанные с тем, что люди поедают людей. Элита израильского царства ведет себя так, что постоянное желание обогатиться, постоянное желание стать еще богаче, приводит к тому, что прочие люди нищают, беднеют. Они превращаются в товар, который можно покупать и продавать. И все это вызывает у Бога величайшее негодование и осуждение. И вот за это, вот лишь за это, за какие-то ярчайшие трагедии и несправедливости в социальной жизни, Бог и желает наказать грешащее общество. Владыке, Господу воинств, стоит коснуться земли, и она пошатнется. Скорость похватит всех ее жителей, земля станет вздыматься, как Нил, и осядет, как Нил в Египте. Вот, значит, имеют, конечно же, разливы рек, да, и поднимаются реки, опускаются. И это, может быть, не видели уж из года в год жители Ханаана, евреи, но знали, что так есть, потому что были торговые связи, и информация о том, как у них там все устроено, тоже она циркулировала в Древнем мире. И знали, что реки меняют свою высоту, в диапазоне больше, чем метр. И вот, как река разливается, когда приходит время, то же самое будет и с землей. Гнев Бога выразится в том, что даже земля будет подобна воде, положение свое менять, потому что вот он, масштаб Божьего космического суда. Он касается всего мироздания. Он, воздвигший небесные чертоги, свод над землей утвердивший, призвавший воды морские и разливший их по земле, имя Ему Господь. Вот показано то, что Бог... А почему Бог может судить? Почему Бог может так вот внедряться в жизни мироздания? Ответ такой, а потому что Бог автор всего этого. Бог создал все это. И раз Бог создал, то Он и может, Он уполномочен, и все это вот так вот, понимаете, менять, изменять и судить. Как описывается творческое действие Бога? Ну вот, например, воздвиг небесные чертоги. Вот Он создал, вот создал дом мироздания, где крыша, а это вот есть небеса. Дальше. Под землей есть своды. Да, своды есть под землей. Тут имеется в виду, либо своды Шиола, подземного такого царства, или такой пещеры большой, либо своды столбов, на которых мироздание утверждено. Так понимали устройство мира, древние люди, нам не стоит удивляться. Представление о мироздании меняется в истории. С каждым столетием оно претерпевает серьезные изменения. Поэтому неудивительно, что древний библиотекий автор представлял себе именно так устройство мироздания. Чертог небесный, под землей своды. Да, и вот написано, что Бог разлил воды морские по земле. Как разлил? Призвав. Божье слово обладает функцией такой, что чего-то не было, и раз это появляется. Потому что Бог своим словом творит не руками, не какими-то другими инструментами. Богу достаточно одного слова. Для меня вы, израильтяне, все равно, что жители Куша, говорит Господь. Израильтян я привел из Египта, филистимлен из Кавтора, а ромеев из Кира. Но вот очень сильная, друзья, мысль, такая необычная, и очень часто она оказывается предметом богословских размышлений. Тут в стихе седьмом указывается на то, что у каждого народа, тут какие народы указаны, значит, вот, например, филистимлены, да, арамеи, да, и жители Куша, это Африка. Так вот, у каждого из этих вот народов был свой исход. То есть, было, какой-то был свой завет с Богом, что ли. Есть свои отношения с Богом. И как будто бы здесь говорит Бог Израилю, что вы зазнались, вы считаете, что вы пубы земли, что вы одни, вот, для меня народ. Но так нет, для меня вы то же самое, что жители Куша, да, исход был у всех, у филистимлен, у зерильтян и так далее, у арамеев. Вот. Тут такое довольно, имеется революционное представление о том, что для Бога все народы свои. Народы свои все. Это новозаветное учение, на самом деле, и пророк Амос, который писал в восьмом веке до христианской эры, до Рождества Христова, эти идеи вполне себе может осмыслить и сформулировать, и выразить. «Владыка Господь обратил свое отче на грешное царство, истреблю это царство с лица земли, но не истреблю дом Иакова, говорит Господь». Ну вот, популярная тема у пророков такая, что все равно не до конца, да, будет гнев, будет катастрофа, но не до конца. Вот, что-то останется, и это что-то оставшееся будет залогом, предпосылкой грядущего восстановления, возрождения, расцвета, процветания. Вот, значит, видите, не истреблю, добавим от себя, до конца дом Иакова, то есть, что-то останется. Вот мое повеление, рассеять Израиль среди всех народов, просеять сквозь, как сквозь решето, так, чтобы не прошло ни камня. Вот, образ рассеяния, плена, изгнания, как какой-то, вот, диаспоры, как образ просеивания сквозь сито, да, я вас просею, я вас рассею, да, распространю по всему лику земли, и тут же есть, видите, сито, оно отделяет, отделяет, видите, чтобы не прошло ни камня, то есть, есть в этом народе камни, а есть и зерна, так вот, камни не пройдут, камни застрянут, и Божий суд, это как сито, которое Бог использует для отделения одних от других, камни, то есть, люди эгоистичные, люди, захваченные своим интересом, люди, готовые пожертвовать всем, и всеми ради этих интересов, они сквозь, это сито не пройдут, падут от меча все грешники моего народа, все, кто говорит, говорит, не придет беда, нас она не постигнет, тогда я восстановлю упавший шалаш Давида, заделаю бреши в стене, разрушу, разрушенное воссоздам, отстрою, как в дни былые, ну, к счастью, да, описывается, заканчивается книга омоса, книга довольно мрачная, такая тяжелая, рассказывающая о врядущем завоевании, катастрофе, заканчивается она таким небольшим, не знаю, позитивным, что ли, там, или радостным, таким окончанием, Бог говорит, я рассею, я разрушу, я как сквозь сито вас распространю, разбросаю, но потом я восстановлю, да, упавшая скиния Давида, более привычная скиния Давида у нас в нашем церковном таком обиходе, так вот, скиния Давида, она будет опять поднята, да, я, и то, что разрушила история, что я попустил истории разрушить в вашей жизни, то я отстрою, как в дни былые, да, вот мессианское место, место, стих 11, то, что упавшая скиния Давида, она будет отстроена, она будет воссоздана, что еще, что будет еще в это мессианское время, наделю свой народ землей, отобрав ее у остатков Эдома и прочих иноплеменников, они все мне подвластны, говорит Господь, который совершит это, ну вот, видите, и земля будет у вас, даже больше, чем было до этого, потому что я подвину одних, да, вот, и дометян, и вам дам их землю. Скоро придет то время, говорит Господь, когда выйдет пахарь, а жнец еще в поле, выйдет сетель, а еще давит виноград, с гор застроится вино, все холмы обратятся в мякоть. вот, ну, описывается то, что такая будет часто смена сезонов, урожайных сезонов, то есть, когда один еще вроде бы засеивает, другой уже идет собирать, вот, описывается идеальное время, такое, что как будто бы полный год будет постоянное время для сбора урожая, и скоро заструется вино, холмы обратятся в мякоть, и так далее. Я верну процветание былое моему народу Израилю, опустевшие города отстроят, они заселят, виноград посадят, будут пить вино, сады разобьют, будут фрукты есть, их самих на родной земле укореню, и никто их уже не вырвет из земли, что я даровал им, говорит Господь твой Бог. Значит, все разрушенное, опустевшее будет отстроено, отстроено, там, где никого не было, там будут люди, это все будет заселено, виноградники, сады, урожай, вино, фрукты, все как будто бы заработает, как и прежде, и никто уже их из земли не вырвет, да, гарантом безопасности, гарантом просветания дальнейшего будет сам Бог, и в этом отношении, конечно же, очень важно, как оканчивается любая книга, оканчивается книга порока Амоса, тем, что Бог обещает нечто хорошее сделать своему народу, воссоздать, отстроить, вернуть тех, кто был в изгнании, и действительно, да, и вот, по крайней мере, в наше время эти порочества сбываются, да, и вот мы видим, что Израиль укоренился в Ханаане, в Палестине, и надеюсь, что при помощи Божьей ничто уже оттуда его не сдвинет, не уберет, и опять не рассеет. Дорогие друзья, глава прокомментирована, нашим помощником в этом благом деле был портал экзегет.ру. Спасибо за внимание, с вами общался священник Алексей Волочков из Петербурга, всего хорошего, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok